Одно из самых ободреющих фраз из всех посланий апостола Павла является следующее. Это очень важные слова. Слушайте их внимательно. Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Чуть далее, в своем исполненном радости послании, которое он написал, находясь в пленении у римлян, он еще раз подтверждает это следующими словами. Потому что Бог производит в вас и хотение действия по своему благоволению. Эти слова – просто прекрасное лекарство, когда у вас опускаются руки. Как часто мы говорим, «А у меня ничего не получается и не получится, я не гожусь для этого. Похоже, я ни на что не годен в глазах Бога». Павел же сказал, «Я уверен, что Бог уже все начал, и Он так просто нас не оставит. Он все доведет до конца». Я хочу посоветовать вам еще раз вдумчиво перечитать послание к филиппийцам. Это того стоит. Он позволит нам достичь цели. В целом есть два вида людей, которые нас окружают. Одни себя полностью недооценивают, а другие себя слишком переоценивают. Как подтверждает нам притча о юном дятле. Я лично знаю таких людей. Они живут рядом со мной. Один молодой дятел только что закончил свои первые теоретические уроки о том, как обстукивать кору и стучать по деревьям. После теории должна, разумеется, следовать практикам. Его наставник назначил юному дятлу дерево, которое тот должен был обстучать. Полный самоуверенности, молодой начинающий дятел быстро подлетел к заданному объекту и благополучно приземлился на него, крепко зацепившись лапками за грубую кору. Затем он запрокинул голову и сделал первый мощный удар. А воздуху пролетел большой кусок коры, и дятел с гордостью оглянулся, чтобы узнать, зафиксирована ли его успешная попытка. И начал готовиться ко второму удару, после которого на землю упал еще больший кусок коры. «Ничего себе я даю!» Думал он про себя. И прямо в тот момент, когда он ударил по дереву в третий раз, в дерево попала молния. Раздался жуткий треск, и ствол дерева раскололся, а сам дятел, которого молнии не задело, но оглушило, рухнул на землю. Постепенно он со стонами пришел в себя и пробормотал. «Вот это да!» А ведь я сделал всего три удара. Есть люди, которые очень переоценивают свои силы. Как, например, этот дятел. Ну, возможно, тех, кто себя совсем недооценивает и не знает свою цену. Гораздо больше. Эти люди очень рано сдаются в тех вопросах, которые касаются отношений, профессии или веры. На это может оказывать влияние какой-то негативный опыт из детства, чьи-то чужие неудачи или наши собственные неудачи, которые подкрепляют этот опыт. И в результате у нас в голове происходит своеобразная блокада. Никто не совершенен. Эти слова так легко слетают с наших губ, когда речь идет о ком-то другом, когда мы хотим подбодрить и утешить других людей. Но когда мы сами совершаем ошибку, возможно, очень серьезную ошибку, мы чувствуем себя безнадежными неудачниками. Мы понимаем, что у нас ничего не выйдет и не можем простить себя за это. И тогда ритм нашей жизни нарушается. Все работает очень плохо, как в случае с мотором, в котором закончилось топливо. Мы парализованы и чувствуем себя такими слабыми, ни на что не годными, беспомощными, на грани своих сил. Мы не в состоянии видеть и понимать, что за каждым концом следует начало. Никогда конец не является окончательным. Потерпев поражение, мы не можем провести границ между неудачей, действием и неудачником, то есть человеком. Но истина заключается в том, что пока мы готовы снова встать и продолжить то, что делали, мы не будем терпеть неудачи, а будем учиться на своем опыте. Это касается и нашей христианской жизни. Если мы снова обратимся к словам апостола Павла, мы поймем, что мы все еще находимся в пути. Никто из нас еще не пришел к цели «Nobody's perfect». Все мы несовершенны до возвращения Христа. Когда Иисус Христос вернется к нам, вот тогда все изменится. В мудрой книге под названием Библия сказано «Ибо семь раз упадет праведник и встанет». В псалтере мы можем найти похожие слова «Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку». Он здесь. Он вершит свои деяния, даже когда мы этого не видим и не чувствуем. «На ошибках учатся» есть такое крылатое выражение. И в нем тоже есть ободрение для нас. Ряд людей, которых мы считаем настоящими библейскими, гигантами духа, извлекли много уроков из своих ошибок. Времени, отведенного на нашу проповедь, не хватило бы, если бы я начал всех их перечислять и рассказывать их истории. Так много ошибок совершили все эти гиганты веры. Всем известен просто скандальный пример царя Давида. Этот случай даже был взят за основу для голливудского фильма. Да, Давид очень низко пал. Но он не остался лежать. Его молитву, полную движения и преображения, мы можем найти в 50-м псалме. И несмотря на это, Давид вошел в историю как великий царь израильский. О нем помнят и сегодня. В Иерусалиме в его честь названа гостиница, с которой связано много громких историй. Я был там, и она еще стоит. Это гостиница «Царь Давид». Так давайте сейчас обратимся к Новому Завету. Давайте вспомним об учениках Христа, особенно о том ученике из всех его последователей, который себя чересчур переоценивал, видел себя каким-то суперучеником и стал себя считать рупором для всех людей. И самому Иисусу он сказал, «Я буду защищать тебя, Господи, даже если это будет стоить мне жизни. Этот ученик никогда не бросит тебя. Ты можешь на него рассчитывать, стоишь на меня». Мы знаем, чем все это закончилось, не так ли? В тени костра, у которого грелись враги Иисуса, этот самый ученик, который совсем недавно подчеркивал свою веру, отрекся от своего Господа и Мессии ни один и ни два, целых три раза. Он оказался жалким неудачником, он пал очень низко. Это было горькое разочарование, когда петух крикнул, вы помните пророческие слова, которые Иисус сказал Петру? «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но это еще не конец истории. Затем Иисус добавил, «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела твоя вера». Он был начальником и совершителем веры. Все благое, что Он начал в нас, Он обязательно завершит. Какие утешающие слова, ибо благодаря им мы знаем, что мы не предоставлены сами себе. Петр кое-что понял и убежал в ночь. Я думаю, здесь речь не о лунном, свете и звездах. Я думаю, это была темная ночь, и в его душе тоже была кромешная тьма, и Он плакал горькими слезами, и никак не мог утешиться. Он только что завершил свой путь с Иисусом. Он хотел было вернуться к прежней жизни и снова стать рыбаком. Он оказался настоящим неудачником. Таким Он увидел себя. Он больше не мог быть служителем Божьим. Теперь Он был рупором, который качало. Первый же экзамен Он не сдал. Он провалился. Но Иисус не забыл Своего друга Петра. Это одна из самых прекрасных и впечатляющих историй Нового Завета. После своего распятия и воскресения Он послал очень личный привет Петру через своего посланника. Разделив свой завтрак и поговорив наедине у озера с Сыном Божьим, Петр смог снова взять себя в руки. Он снова смог жить. К нему вернулась энергия. Он обрел мир. Его простили. Теперь Он мог освободиться из цепей презрения и ненависти к себе. Он перестал быть неудачником. Он воспринял то великое призвание, которое дал Ему Иисус. И еще Он осознал, что Бог производит в вас и хотение, и действие по Своему благоволению. То благое, что Он начал в нас, Он не будет прерывать на середине. Он обязательно доведет нас до самого конца. До самой цели этот Петр в итоге станет выдающимся человеком, настоящим камнем для еще молодой, но уже во многом нуждающейся христианской церкви. А чему же нас могут научить неверно принятые решения? Чему нас могут научить наши неудачи? Каждый конец может нести за собой новое начало. Кто-то сказал, когда Бог закрывает одну дверь, Он тут же открывает другую. Иногда достаточно только взгляда, понимания, гибкости и внесения соответствующих корректур в нашу жизнь. И сейчас. Я хочу привести вам очень наглядный пример того, как это реализуется в нашей с вами жизни, чтобы вы поняли, что Бог желает для людей только лучшего. В сороковые годы двадцатого века один одаренный юноша-иудей совсем не хотел поступать в университет. Он грезил лишь только о музыке. Он мечтал, что однажды он станет такой же звездой, как Бенни Гудман. К советам, глубоко опечаленных его выбором родителей, он не прислушивался и начал играть в одном джаз-бенде на кларнете и саксофоне. И он был хорош в этом деле, но все же недостаточно хорош. Он был недостаточно хорош, чтобы сделать карьеру в области музыки и зарабатывать себе этим на жизнь. Все времена его жизнь напоминала прогулку по канату. Он вечно находился в одном шаге от безработицы, но, в отличие от других музыкантов, он умел прекрасно обращаться с деньгами. В итоге, к его же удивлению, все его друзья доверили ему свои деньги, сказав ему, «Ты знаешь, что с ними делать». У него был такой сильный дар в этом вопросе, что благодаря ему его друзьям удавалось лучше переживать все финансовые неразберихи, чем всем остальным. За этим последовало изменение приоритетов у этого юноши. Он тщательно пересмотрел всю свою жизнь и спросил себя, «А что я собираюсь сделать в этой жизни? Приведет ли дорога, которой я иду к цели, о которой я мечтаю, или это всего лишь иллюзия?» «Возможно, мне стоит избрать для себя другой путь?» И в итоге он избрал для себя другой путь и начал совершенно иную карьеру. Он начал изучать экономику в Нью-Йоркском университете. Он закончил там магистратуру, получил ученую степень и в итоге стал почетным доктором этого университета. И как вы думаете, о ком я вам рассказываю? С 1987 по 2006 годы Алан Гринспен был председателем Совета управляющих Федеральной Резервной Системы США. В итоге Гринспен стал одним из влиятельных экономистов мира. Я полагаю, эти перемены того стоили? За свою карьеру музыканта Гринспен понял несколько истин. Во-первых, важно постоянно расширять свой кругозор. Не стоит смотреть в одну точку, видеть постоянно что-то одно и думать столько об этом. Нет, он думал в совершенно новых направлениях. Он расширял свой кругозор. Он не позволял себе опустить руки даже в столь трудный этап своей жизни. Он не сдавался, когда понимал, что принимал неправильные решения и перенес множество ударов судьбы. Они происходили и тогда, когда ему уже было много лет. Он понял, что его выдающиеся способности нужны для служения миру. Он должен был поделиться ими с миром. Благодаря делу, в котором у него ничего не получалось, он понял, что у него получалось хорошо. После ужасной Второй мировой войны японец Сойтиро Хонда подал заявку на должность инженера на заводе по производству автомобилей Тойота. У него не было специального образования, но он был просто страстным автомехаником и был уверен, что там его с его квалификацией примут с распростертыми объятиями. В итоге Хонда получил непонятный ему, но все-таки безоговорочный отказ. Он оказался без работы и мог бы прекратить все дальнейшие попытки преуспеть в этом деле, но он не сдавался. Он воспользовался имеющимся у него в распоряжении временем и накопившимся опытом и открыл небольшой и очень лояльный клиентам магазин мотороллеров. Сначала его клиентами были друзья и соседи, но дела шли так хорошо, что его предприятие в итоге имело огромный успех. Вскоре его мотороллеры, потребляющие не очень много топлива, стали пользоваться большим спросом, и в 42 года Хонда основал свою собственную фирму. Со временем компания Хонды стала бесспорным лидером на мировом рынке. Помимо прочего, благодаря своим мотоциклам все начиналось очень скромно, с небольшого магазинчика, но Хонда не отчаивался. Он преследовал свою цель. Несмотря на все препятствия и трудности, Сейтира Хонда не сдавался. Он не отказывался от своей мечты, умело использовал свой талант, имеющиеся у него время, чтобы создать что-то продуктивное и развить нечто новое. Причинивший ему в начале столько боли отказ Тойоты привел его к успеху, о котором он и не мечтал. И тут мне снова на ум приходит послание Павла Филиппийцам, где он писал, «Друзья мои, я не говорю о том, что попал в пленение. Сейчас я нахожусь в пленении у римлян. Вам не нужно приходить в уныние. Я должен вам кое-что сказать. То, что с первого взгляда кажется скверным, может в итоге стать преимуществом. Вот, я сижу здесь и могу говорить об Иисусе, высшем офицерским чинам и чиновникам, и мои слова могут дойти до самого императора. То есть, приключившаяся со мной неприятность стала преимуществом для моего призвания». Разве это не здорово? Мы с вами рассмотрели несколько примеров того, как люди потерпели неудачу, но в итоге к ним пришел успех. Вряд ли есть что-то на земле, что могло бы сравниться с ночным небом по зрелищности. Будто бы бесконечная огромная вечная рука бросила звезды, словно сверкающие бриллианты, а темный бархат. Звезды не видно при ярком солнечном свете, днем они сокрыты от человеческого глаза, только тьма открывает нам эту красоту и приводит видящего ее человека в оцепенении. Некоторые из наших духовных открытий, наших божьих откровений, которые мы никогда не хотели бы пропустить, лежат в основе нашей жизни. Они происходят не тогда, когда мы уверенно и эгоцентрично пребываем где-то на высоте. В прошлое воскресенье я рассказывал вам о Петре, которая крестилась в августе прошлого года. Это было очень честное и впечатляющее свидетельство о том, как она из саморазрушения благодаря своей вере пришла к свободе, которую ощущает христианин. Мартина крестилась вместе с ней 3 августа и вчера она рассказала мне свою историю. Оказалось, что более 30 лет она вместе с сестрой посещала богослужения в другой церкви. Я даже не знал об этом и Бог коснулся ее еще в той церкви. А потом ее стали интересовать другие вещи, как это часто бывает с молодежью. Она встретила молодого человека, а потом они стали целой бандой скитаться по разным домам. Мартина сказала мне, пастор, в те времена я жила одним днем, но потом у меня произошло тяжкое расставание с моим молодым человеком из-за разрыва с ним я была сама не своя. Целые вечера я проводила в постели и постоянно плакала. И вот в моем разочаровании мне вновь явился Бог. Я стала умолять Его помощи, и мне это помогло. Однажды я включила телевизор и совершенно случайно попала на вашу программу. И тогда я решила снова обратиться к Богу. Она сказала, в те времена я переживала тяжелый кризис, я была не в себе, но благодаря этому я нашла путь в вашу церковь, то есть снова вернулась к Богу. А затем Мартина добавила, я так благодарна Богу, что практически сразу же встретила кого-то, кто наставил меня на путь истинный. Крестившись, я практически сразу же нашла работу. Я стала ухаживать за людьми в доме престарелых и очень люблю свою работу. Теперь у меня есть и заработок, и еще я могу помогать немощным пожилым людям. Благодаря тяжелейшему кризису, в котором я оказалась, я смогла прийти к новой жизни, к жизни, наполненной смыслом, к полной жизни. Вот как обстоят дела. И Библия говорит нам, что бы вы ни делали, делайте этого славу Божью. И это касается не только пасторов и евангелистов, это касается и санитарок, и домохозяек, и профессоров университетов. Неважно, чем вы занимаетесь. Делайте это с таким настроем. Боже, я люблю тебя, и делаю это для тебя. Я делаю все, что в моих силах, и тогда вы увидите, какое за этим последует благословение. Ну и последнее, что я хотел бы сказать на сегодня. Ошибки и неудачи учат нас выдержки. Нельзя пробежать марафон, не обладая выдержкой. Звезда баскетбола Майкл Джордан в одном из своих интервью сказал просто невероятно крутые слова. За свою карьеру я не добросил до корзины больше 9 тысяч мячей. Я проиграл 300 игр. Целых 26 раз игра предоставляла мне шанс сделать решающий бросок, и мне это не удавалось. Только подумайте. Целых 26 раз игра предоставляла мне шанс сделать решающий бросок, и мне это не удавалось. А затем Майкл Джордан добавил, но именно поэтому я сегодня такой успешный игрок. Он кое-что понял. Майкл Джордан не видел во всякой ошибке или неудаче конец. Он видел в этом шанс поучиться на своих же ошибках и при этом все улучшится. Так что неудача это вовсе не конец. Когда мы сдаемся, вот что конец. Так давайте вспомним ту цитату из Слова Божьего, которую я прочитал вам в начале нашей проповеди, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Бог с нами. Его Дух даст нам крылья в любой жизненной ситуации. Нам нужно всего лишь искать Бога, молиться Ему и слушать то, что Он нам говорит. И тогда это будет нам в помощь. Благодаря этому мы обретем истинную жизнь. Жизнь вечную. Каждый из нас способен постичь, что небеса не пусты, а чтобы прийти к Богу, достаточно всего лишь помолиться. И если вы откроете свое сердце для вашего Спасителя и Царя Царей, Он придет к вам и поселится в нем навсегда. Поэтому я прошу вас, откройте свои сердца перед Ним, и Он поселится в них. Аминь. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!